Сегодня во Дворце Независимости принимали представители российского региона. Беларусь и Новосибирская область. Партнеры давние и более того, связаны еще и исторически. Сейчас в этом регионе живет более 5000 белорусов и многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь. На встречу к президенту российские гости прибыли уже с приличным портфелем договоренностей. Ведь в Беларуси новосибирская делегация, а это 160 человек, работают уже с начала недели. И достаточно плотно. Поэтому разговор за круглым столом состоялся более чем предметный. Ну а комментируя часто звучащий сегодня в СМИ посыл, Александр Лукашенко отметил, поддерживая Беларусь, Россия прежде всего поддерживает себя. Все подробности у моей коллеги Виктории Ходосок. Новосибирск сегодня негласно считают и называют некоронованной столицей Сибири. Город по численности населения в России третий после Москвы и Санкт-Петербурга. Жителей полтора миллиона человек. Сибирский мегаполис даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстро растущий город-миллионник. Еще он считается и интеллектуальной столицей России. Но для Беларуси инвестиционно привлекательен не только один город, а весь регион. Новосибирск – ворота в огромную Россию. Так скажет Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи во Дворце независимости. Сейчас, пожалуй, нет такой сферы, в которой бы Беларусь и Новосибирская область не находили бы взаимный интерес. Сельское хозяйство, культура, промышленность, наука и, разумеется, фундамент партнерства, обоюдная выгода, сотрудничество. Теплая встреча начинается сегодня не с вопросов политики и экономики, как это принято, а с погоды. В начале беседы Александр Лукашенко пошутят. Белорусы сразу почувствовали – к нам приехали сибиряки. Но градус снизился только за окном, но никак не в отношениях двух сторон. Ведь в Минске Новосибирскую область называют одним из наиболее перспективных экономических партнеров из Сибири. Позвольте мне еще раз приветствовать вас здесь в Минске. Ваш регион – один из наиболее перспективных экономических партнеров Сибири. И не единожды я бывал в Новосибирске и даже на объектах отдельных и, прежде всего, в отделении наук. Для нас это большая перспектива. И ваш приезд как раз актуализировал эту проблему. И в ближайшее время мы посмотрим, как все-таки Академия наук наша сотрудничает с сибирским отделением Академии наук. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. У вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны. Большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель. Во всем мире Новосибирск известен как научная столица России. Последние годы это один из ключевых поставщиков оборудования для возводимой белорусской атомной станции. Ну и как вы правильно недавно отметили, что Новосибирск – это ворота на огромную Россию с большими возможностями. Андрей Травников в должности губернатора Новосибирской области чуть больше четырех месяцев. И в Минск в новой роли приехал в первый раз. Прибыла с ним и самая большая за последние годы делегация из российского региона – порядка 160 человек. Это уже говорит о серьезности намерений. За несколько дней работы за стол переговоров стороны садились не единожды, обсуждая перспективы сотрудничества. Общий товарооборот в прошлом году достиг более 260 миллионов долларов, но потенциал больше. Заинтересована делегация в первую очередь нашей техникой. Как результат минских переговоров – поставка двух тысяч белорусских тракторов в Сибирь. На самом деле очень много направлений сотрудничества, традиционных, которые в результате переговоров нам удалось укрепить, расширить. Новые направления. Наверное, начну перечислять сотрудничество с Белазом. Сотрудничество с МТЗ. Сотрудничество с Гомель-Сельмашем. В том числе перспектива расширения номенклатуры техники, сельхозтехники, которая собирается и продается на территории Новосибирской области. В чем взаимный интерес? Потому что это и рабочие места в Белоруссии, это рабочие места дополнительные, производственные в Новосибирске. Это много уровней кооперации. Ну, как пример могу сказать, известное предприятие, совместное предприятие «Белкоммун» «Маш Сибирь», которое сегодня занимается производством трамваев. А еще технологиями Александр Лукашенко приводит пример. Сахалина. Как на острове в Тихом океане за два года построили крупную молочно-товарную ферму по белорусским образцам. Суть совместного аграрного проекта с Россией – это ежегодный выпуск более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса. Еще один итог работы в этом регионе – открытие агрогородка, построенного тоже по белорусскому проекту. Мы создали там пилотный проект и убедили, наверное, не только сахалинцев, но и всю Россию, что на Сахалине могут яблоки свести и можно производить там молоко-мясо по технологиям белорусским, и они будут не хуже, чем во всем мире. Ну, а в Новосибирске и Бог велел нам попробовать подобные пилотные проекты. Если у вас будет желание, министр специально занимался, курировал этот проект, летал на Сахалин. Поэтому мы можем предложить вам, начиная от производства, заканчивая социальной инфраструктурой, соответствующей кооператив, если будет такое пожелание. Мы предлагаем реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. Просто хочу сказать, Андрей Александрович, России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не схватились за этот вопрос. И люди начинают уезжать в крупные города, Москву, Подмосковье, Питер, Ленинградскую область. Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и осваивать Россию. Но чтобы люди там жили, надо создавать условия. Чего бы это ни стоило. Поэтому вот эти вот опорные точки, как пример, каким путем двигаться, для России архиважен. Это все показывает то, как надо развивать сотрудничество. Тем более, что так сложилось исторически Беларусь и Россия связаны кооперационно. По словам президента, белорусские и российские заводы напрямую зависят друг от друга и находятся в тесной связи одного экономического механизма. В последнее время, вы, наверное, внимательно наблюдаете за событиями в наших отношениях, принято очень много говорить о том, что Россия, мол, поддерживает, а то кто-то, говорит, кормит Беларусь. Вообще Беларусь пропала без России и так далее. Должен, нам сказать, Беларусь никуда не исчезнет и не пропадет, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что поддерживая, если такое есть, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что, определяя когда-то, более 20 лет тому назад, курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия – это не просто партнер, не просто дружественное нам государство. Беларусь для России – это тоже финишное производство, что было в Советском Союзе. Как мы часто говорили в народе сборочный тех. Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных, невыгодных ситуациях. Комплектующие мы покупаем у вас. Я часто привожу пример с МТЗ. Ну, все говорят, вот Беларусь – это прежде всего тракторный завод. Да не только. Нефтехимические, нефтеперерабатывающие, машиностроительные отрасли. Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. И я говорю, если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживают у себя те, кто производит сырье, материалы, комплектующие. Так вот, МТЗ примерно на 60% – на 60% российское, а не белорусское производство. Так и по другим можно говорить направлениям. А возьмите БелАЗ. БелАЗ создавался прежде всего для Советского Союза, прежде всего для России. Мы покупаем, может, один автомобиль для Беларуси, и то малотоннажный. У нас нет таких разработок, где мы можем использовать, допустим, грузоподъемность автомобиля в 400-450 тонн. Ставят вопрос, так кого же поддерживает, если поддерживает Россия? Сейчас говорят, Россия стала более прагматичной, и вот эти рассуждения о братстве, о дружбе и прочее. Партнеры. Ну, партнеры так партнеры, я же нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей Россией, братской Россией, настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных там тем, средствах массовой информации. Здравомыслие всегда победит, и русских с беларусами столкнуться не удастся. Никогда не удастся, по крайней мере, пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, это то самое, что беларусы. Всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на Западе с вашими товарами, может, у вас какие-то интересы есть, считайте, что это ваша земля. Приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем. И понятно, что экономика – это важная база, но человеческие контакты тоже значимы. Тем более, что два региона прочно связаны. В Новосибирской области проживают более 5000 беларусов. За примером далеко ходить не надо. Сегодня на сцене в Минске – сибирский русский народный хор. Половина артистов коллектива родом из Беларуси. И здесь они не как гости. Об этом говорят и сами, а на родной и всегда радушной беларусской земле. Публика очень такая доброжелательная, люди очень гостеприимные, очень хорошо принимают нас, отзывчивые все. И поэтому мы чувствуем себя, в принципе, как дома. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ